Приветствую вас коллеги моделисты и сегодня я хотел бы поговорить с вами об инструменте для моделизма. Начнем с самых азов, начнем с тех инструментов, которые более всего необходимы для начала занятий моделизма, а потом пойдем по более сложным, более дорогим инструментам, которые можно использовать в нашем хобби. Итак, первый уровень, уровень для начинающих, для того, чтобы собрать первую модель. Два самых важных инструмента, это кусачки и это модельный нож. Кусачки у меня дорогие, кусачки у меня томия, но сейчас в модельных магазинах очень много кусачек от китайских производителей, которые стоят совершенно недорого, но кусачками работать намного удобнее. И при работе с кусачками меньше вероятности повредить либо себе палец, либо повредить деталь от модели. Видел, некоторые моделисты пользуются ножом для отделения деталей от литников, но как по мне это очень неудобно. Ну и для этого надо вот такой коврик. Я считаю, что это не обязательный, но очень удобный инструмент в моделизме. Кусачками деталь отделять намного проще и меньшая вероятность ее повредить. Особенно это касается каких-то труднодоступных мест на литниках, типа вот этого. То есть ножом сюда залезть и сделать что-то очень будет сложно. Поэтому мой вам совет, не скупитесь и возьмите, пускай самое дешевое, но модельные кусачки вам очень пригодятся, и вы поймете, что с ними работать намного проще и быстрее. Далее, модельный нож. Модельный нож, очень удобная штука. Бывают дорогие, бывают дешевые, не обязательно брать брендовые. У меня есть нож от Валеха, а есть нож, который я купил в каком-то строительном магазине. Особой разницы я в них не вижу. В модельных магазинах они тоже продаются по очень недорогой цене. Модельный нож представляет из себя какую-нибудь рукоятку. Она может быть пластиковая, может быть металлическая. У меня был нож с пластиковой рукояткой, но в результате постоянного затягивания, то есть вот здесь был пластик, пластик сомнулся, и я не мог затянуть достаточно хорошо вот эту гайку, чтобы лезвие хорошо держалось. К этим ножам продаются сменные лезвия, это считается расходным материалом. После отработки лезвие выбрасывается. Лезвия бывают разной формы, и кстати, это очень полезно и может пригодиться, когда нам надо не просто что-то срезать, а еще чем-то довести. А вот, кстати, этот пластиковый нож. Мне пришлось срезать здесь кусок рукоятки, добавить кусок ручки, и сейчас он годится только для того, чтобы держать ревиттер. Ну, про ревиттер мы поговорим позже. Зачем нужен нож, спросите вы? Нож нужен для первичной зачистки, даже с самыми, наверное, крутыми кусачками. Мне удастся отрезать деталь с литника так, чтобы не осталось какой-то вот кусочек литника на ней. Для таких целей, для первичной зачистки, используется нож. Но это надо делать более аккуратно, чем я. Плюс на деталях часто присутствуют некие остатки стыка пресс-форм, которые тоже очень удобно зачищать этим ножом. Итак, кусачки и нож это то, что вам будет необходимо приобрести для начала занятий моделизмом. Но это еще не все. Из расходных материалов нам понадобится еще наждачка. Наждак продается также либо в модельных магазинах, либо в каких-нибудь строительных магазинах. Стоит недорого. Продается листами. Это я уже порезал, они обычно большие идут. Наждак бывает разной степени абразивности. Обычно это обозначается вот таким числом на самой наждачной бумаге. Чем меньше число, тем крупнее у нее вот эта абразивность. То есть она будет лучше зачищать, ну скажем так, снимать больше слой пластика, но при этом будет оставлять следы. Поэтому вам понадобится несколько наждачных листов разной абразивностью. То есть можно начинать с 400 или с 600. 800 для более чистой зачистки и там уже 1200 для полировки деталей, если вам нужно получить довольно-таки гладкую поверхность. Это расходный материал, его придется покупать всегда. Но у одного листа бумаги, повторяюсь он большой, ну примерно с этот коврик, вам хватит надолго. Скажем так, на несколько моделей. Ну моделей 5 можете сделать. Поехали дальше. Пинцет является необязательным инструментом, но очень полезным и очень помогает в некоторых ситуациях, когда приходится клеить мелкие детали. На самом деле пинцет стоит тоже недорого, его можно взять на сдачу. Конечно есть пинцеты от Tami, которые стоят баснословных денег, но есть старые советские пинцеты, есть китайские пинцеты. Они обычно тоже продаются в модельных магазинах, если модельный магазин, нормальный модельный магазин. И там вы можете посмотреть и выбрать какой-нибудь пинцет для себя. Мне больше всего нравится пинцет с загнутыми краями, но у меня их несколько и использую их в зависимости от ситуации. Итак, с инструментом разобрались. Кусачки, нож, наждачная бумага, пинцет. Дальше, чем клеить масштабную модель? А клеить ее надо специальным клеем для масштабных моделей. Клей для масштабных моделей тоже бывают разные, но обычно их два вида. Это обычный клей, то есть он такой довольно густой. Есть текучий клей. То есть он жидкий, как водичка. До того, как я открыл текучий клей, я пользовался таким, но потом понял, что текучий клей дает больше возможностей, и не можно работать аккуратней. Он оставляет меньше следов, но иногда приходится применять и обычный. Клей для моделей бывает фирменный, как Ганза, Томия, Атака есть вроде бы. Но если поискать, кстати, ссылки оставлю в описании на магазины. Есть, допустим, клей Military Models от магазина Military Models, который стоит в разы дешевле фирменных клеев. Причем продавец оснащает их кисточкой. А есть еще такой клей, который оснащается иголкой для нанесения его на модель. Что бывает довольно-таки удобно. Итак, с минимальным набором инструментов разобрались и химии, и ваш алгоритм будет такой. Для начала вы кусачками отделяете деталь от литника. При отделении детали от литника кусачками остаются следы от питателей, которые нужно убрать. И для этого вам понадобится модельный нож, которым делаем первичную зачистку места. Потом мы начинаем с более крупной наждачной бумаги и зачищаем этот кусочек от литника. После грубой наждачки остаются следы, поэтому мы берем менее грубую наждачную бумагу и зачищаем остатки. То есть деталь готова к тому, чтобы ее приклеить. Этот процесс нужно проделывать с каждой детали, с которой вы собираете свою модель. Теперь, чем обычный клей отличается от текущего? Допустим, нам нужно приклеить эти две детали. Обычным клеем мы орудуем так. Наносим клей на модель. И приклеиваем деталь. То, что я сейчас клею, я клею от фонаря. Я даже не уверен, что эта деталь подходит к этой башне. Но это не важно. Текучим же клеем работать совершенно по-другому. Мы сначала прикладываем деталь на нужное место. Позиционируем ее. А потом аккуратно кисточкой проливаем ее по щелям. Все, деталь приклеена. Ну и самый важный момент, почему мне понравилось работать с верх текущим клеем. Потому что я довольно-таки неаккуратный человек. И мог клеем залезть туда, куда ним залазить как бы не надо. Что происходит, если обычный клей попадает на пластик? Если у вас такое произошло, вот лучше пальцами здесь не лапать. Потому что только вы проведете, и у вас остаются вот такие вот разводы, которые потом приходится зачищать. Кстати, нужно подождать не менее часа, чтобы пластик застыл и можно было зачищать. Что происходит, когда текучий клей попадает на поверхность? Из-за своей текучести он моментально испаряется. И почти не оставляет следов. То есть это место потом можно будет зачистить, а можно просто закрасить, и этого видно не будет. То есть видите разницу, как здесь покореживало пластик, и какой здесь он остался практически ровный. И уже можно лапать пальцами. Итак, двигаемся дальше. То есть мы уже выяснили, что нам надо кусачки, чтобы отделить деталь. Но чтобы ее подчистить немножко. Наждачка, чтобы довести деталь до ума. То есть зачистить все питатели, которые были. И клей, чтобы все это склеить. Но естественно у меня инструментов намного больше, я их постоянно покупаю. И мы переходим к следующему, более расширенному набору инструментов. Например, те же кусачки можно купить, как и китайские. Я вообще по своей дурости пользовался такими для ногтей. Но у них оказалась такая форма, что когда они обрезают, они оставляют плохие следы. То есть получается вот такой вот очень неровный рез. И если очень близко отрезать от детали. Есть риск получить, что выгрызанную поверхность. Вот видите, здесь уже нужно шпатлевать. Поэтому я рад, что от них избавился. У меня появились кусачки от Амии. Которые стоят намного дороже. Но и рез у них намного четче. Режет он более легче. И наоборот оставляет небольшой кусочек питателя, не выгрызая поверхность. Но кусачки Амии не предел. Есть еще кусачки Диспиата, Диспиае. Блин, забываю постоянно, как они называются. Которые стоят порядка 50 долларов. Или что-то такое. И все заверяют, что у них самый четкий, самый качественный рез. Конечно, можно обходиться дешевыми кусачками. Но чем быстрее и качественнее мы отделим деталь от литника, тем меньше мы потратим потом время на ее зачистку. И тем быстрее будет двигаться работа. Это как если купить тупую пилу и купить острую пилу. Тупой пилой мы можем пилить дерево. Но пилить мы его будем долго. Плюс тупая пила затупится. Из плохой стали затупится быстрее. И отпилив три ветки, четвертую мы будем пилить уже хуже. Или купить качественную пилу. И этой качественной пилой мы будем быстро пилить ветки. И будем пилить их долго. То же самое и с моделизмом. Покупая качественный инструмент, мы просто упрощаем себе работу в дальнейшем. Мы меньше тратим время на обработку деталей. Поэтому, наверное, многие моделисты начинают свой путь с дешевых инструментов. А потом покупают себе все более дороже и дороже. С кусачками, надеюсь, все понятно. Наждачка. Наждачка очень хорошее дело. Но потом захочется что-то более удобное. У меня есть такие бруски от Валеха. Очень давно у меня живут. Наверное, уже больше года. И в некоторых моментах ими работать намного приятнее и удобнее, чем обычной наждачкой. Но от наждачки я тоже не отказываюсь. Потому что, когда нужно в каких-то труднозаступных местах что-то зачистить, то можно оторвать такой маленький кусочек бумаги. И вот, допустим, вот тут в какой-то щели вот так вот аккуратно это все доводить. И да, это много времени. Но без наждачки обойтись полностью нельзя. А есть еще спонжи. Спонжи тоже бывают разной степени и абразивностью. Они удобны тем, что в отличии от наждачки, спонжи работают более мягко. И по моим ощущениям, спонжи оставляют меньше царапин на пластике. Плюс с ними очень удобно зачищать края деталей, чтобы на них не было заусенец. Но есть такие из магазина Литник. Есть такие от Мачете. Разные абразивности. Эти более упругие и создают более большое давление на пластике и лучше зачищают. Эти более мягкие и они оставляют более гладкую поверхность. На ними работать очень приятно и легко. Да, но если мы говорим про танки, это одно. Если мы говорим про авиацию, то вам еще понадобится скрайбер. Скрайбер это инструмент для нарезания расшивки. И даже если вы не планируете, как какие-то true моделисты, которые согласно чертежам перерезают всю расшивку заново. То есть вы не планируете так делать. Зачастую при склейке, при шлифовке деталей эта расшивка у вас на модели сойдет. Ее надо будет немножко подправить. У меня такой скрайбер от магазина Military Models. Продает с магазина, сам его делает. Стоит порядка одного доллара, очень дешево. Не знаю, нужны ли мне более дорогие скрайберы. Я пока для себя не определил, каким скрайбер должен быть идеальным. Но вот этот режет довольно-таки неплохо. И для того, чтобы нарезать расшивку, вам кроме скрайбера, естественно, понадобится либо какая-нибудь лента, либо можно использовать обычную изоленту. Это стоит чуть дороже, это вообще копейки. Суть в том, чтобы наклеить эту ленту на деталь и по этой ленте резать расшивку, чтобы она не получилась совсем уж кривая. Напоминаю, ссылки на магазины будут в описании к этому видео. В погонях за скрайберами я купил еще вот такой от Устар. Покупал я на Алиэкспресс у какого-то непонятного продавца. По заверениям это скрайбер 0,1 мм. На самом деле здесь 0,2 мм, если не 0,3 мм. То есть вы видите, какая линия получилась скрайберам из магазина Military Models. Сейчас мы проверим этот. Линия получается более рваная и более толстая. Ну и явно не 0,1 мм. Вот этим скрайбером можно резать почти без линейки. Вот такая тоненькая линия получается и почти ровная. Этим так не получится. Ну вот как-то так. Он конечно мне пригодится в работе, но он не заменит вот этот скрайбер. Так, самолетами и скрайберами разобрались. Но часто приходится дорабатывать модели авиации и БТТ в плане, что у них не хватает отверстий. Либо какие-то клепочки, либо просто отверстия, либо рассверлить отверстия на орудии, на каком-то пулемете. Поэтому у жизни моделиста часто пригождаются сверла разного диаметра. То есть у меня есть такие сверла, а еще есть такие сверла. Эти сверла, кстати, очень прикольные, но очень хрупкие. У меня уже вот это точно сломалось, вот это я еще не уверен, сломалось или нет. Ну такие дешевле. Хотя этими работать удобнее. Но пригождаются все. Постоянно, как есть возможность, приходится докупать разные сверла, особенно очень маленького диаметра. Такие как 0,25, 0,3. Но и это еще не все. Однажды я осознал, что мне нужны вот такие вот пилочки. Точнее, я сначала купил такую пилочку, потом я думал, что я ее потерял, купил такую пилочку. И вот редко, но оно пригождается. Иногда надо просто отпилить кусочек какой-нибудь детали, либо распилить на составляющие. Плюс этими же пилочками можно и нарезать расшивку. Ну и это еще не все, потому что чем больше моделей ты делаешь, тем с большими сложностями сталкиваешься и хочется облегчить себе как-то работу. Поэтому начинаешь обзаводиться всякими шаблонами. Самый простой это круги. Он используется для покраски колес, для покраски всяких шасси и просто круги всегда полезная вещь. Металлическая линейка для нанесения клепки и расшивки. Иногда можно просто приложить линейку, если тебе не хочется тратить ленту и по ней резать расшивку. Шаблона всегда не хватает, поэтому я постоянно докупаю шаблоны разных видов. То ли просто радиусы, то ли шаблоны всяких лючков. Использовал я их не так часто, но использовал. Еще один полезный, но необязательный инструмент это иголка. У меня была раньше такая из какого-то мягкого металла. И ней было работать не очень удобно. Потом я купил из какой-то специальной закаленной стали. Использую редко, но использую. Плюс это скрайбер. Скрайбер для нарезания, то есть кривых поверхностях на самолете. Для лючков, кругов и прочего. Потому что обычным скрайбером так не сделаешь. И плюс я недавно приобрел иголку, которая заточена по шестигранник. Но мне больше надо было вот эта рукоятка. Потому что работать этой иголкой без рукоятки было очень неудобно. Ну и в довесок к ней еще взял такую иголку. И мне кажется она даже режет лучше, чем просто обычная игла. Из-за своей формы она выполняет одновременная роль скрайбера. Ну и когда тебе надоедает сверлить дырки и шлифовать вручную. То ты покупаешь себе какую-нибудь бормашинку. Проблема в том, что надо найти какую-нибудь бормашинку, которой будет малая скорость. Так как на больших скоростях, когда ты работаешь, то инструмент фреза или шлифовальный круг очень сильно нагревается. И пластик вместо того, чтобы фрезероваться или шлифоваться, нагревается и он просто плавится. И у вас получается расплавленный, замыленный кусок пластика. У этой бормашинки три скорости. Плюс можно немножко потормозить ее пальцем. Очень полезно, когда надо засверлить отверстия на малых скоростях. Классная штука. Вот такое сумбурное видео сегодня получилось. Наверное, я вам все-таки показал не все, что у меня есть. Просто я много чего накупаю, а потом даже не помню. И оно вроде бы как для каждой модели этот весь набор и не нужен. Но иногда это сильно пригождается. А иногда ты сидишь и думаешь, вот тебе сейчас не хватает того или иного инструмента. А вот еще забыл. В эпицентре купил такие вот песочки. Хотя зачастую нужно обойтись такими вот прищепками, силиконовыми губками или зубками, или как это называется. О более конкретном применении того или иного инструмента я буду рассказывать в своих видео в дальнейшем. А следующее видео я посвящу краске. И расскажу, какие типы красок бывают. Как я пользуюсь аэрографом, чем и как разбавлять какую краску. Какой краской предпочитаю пользоваться я. Ну плюс кисти, аэрографы, компрессор. А на сегодня буду заканчивать. С вами был Катя Хон. До новых встреч. Приятного вам моделизма.